Ладно, давайте обсудим ситуацию с критикой в адрес Дональда Трампа, с Игорем Бабошкиным, общественным деятелем, активистом, сторонником Республиканской партии. Игорь, здравствуйте, слышите ли вы американскую студию РТВ? Да, конечно, я в Нью-Йорке, так что я вас прекрасно слышу. Надеюсь, что и вы меня тоже. И мы вас видим и слышим прекрасно. Спасибо, Игорь, что присоединились к нашему эфиру. Хочется понять вашу позицию относительно вот этой критики, лавины, без преувеличения в адрес президента. Я еще раз повторю, что сегодня, пожалуй, слишком часто звучит слово предательство, слово измена в отношении главы американского государства. Насколько это оправдана, такая оценка? Ну, во-первых, я хочу просто напомнить твит Трампа перед этим саммитом, когда он написал, что даже если бы мне отдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией за многие годы, меня все равно критикуют за то, что я недостаточно хорош. И мне должны еще отдать бы и Санкт-Петербург. Ну, я из Санкт-Петербурга. Трамп заранее предвидел, чем это закончится. Но, вы знаете, я со своей стороны смотрю на этот вопрос чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что надо искать истоки того, вообще для чего эта встреча состоялась и когда она состоялась. Трамп заявил о том, что ему необходимо встречаться с Путиным после встречи с северокорейским лидером. И возможно, что на той встрече он уже получил определенные векторы против Путина о том, что Путин стоит за спиной северокорейских маневров, и поэтому ему нужно было что-то сказать Путину на протяжении двух с лишним часов персональной беседы. Поэтому я думаю, что эти два часа, в принципе, все было сказано, и Путин получил то, что он должен был получить. А Трамп остался доволен тем, что он, в принципе, победил. Потому что давайте смотреть на итоги этих переговоров. Трамп ничего не отдал Путину, и Путин ничего не получил. Можно сказать, что Трамп тоже ничего не получил, потому что Путин ничего не отдал. А что получил Трамп, кстати? За два часа я думаю, что получил. Я думаю, что в обмен на то, что Путин не будет применять ядерное оружие и поддерживать Северную Корею, я думаю, что ему что-то пообещали. Может быть, сохранить какие-то счета, может быть, дать какие-то льготы ему и его сподвижникам. Может быть. Весь вопрос заключался в том, чтобы обсудить вот этот вот персональный вопрос. То есть у Трампа задача сделать Америку великой. Для этого ему нужно, чтобы сюда не падали атомные бомбы, чтобы Путин со своими вот этими мультфильмами, которые бы случайно не превратились в натуральные вещи, и не летали сюда ракеты. Все, что нужно Трампу. Ему нужно, чтобы Америка стала великой. Вот этого он добивается. Не потеряет ли он внутреннюю аудиторию? Потому что все до этого говорили еще перед саммитом, что многие посылы Трампа адресованы в первую очередь внутренней американской аудитории. Но как общество сегодня восприняло его поведение на саммите? Вот нет ли тут некой угрозы для Трампа просто потерять своих сторонников США? Угрозы для Трампа, я думаю, что пропадет, когда мы увидим, куда дальше двигается Северная Корея. Забудьте про Россию. Давайте смотреть на Северную Корею, потому что все пути ведут оттуда. Все, что началось в Корее, оно продолжилось в Хельсинки. И вот то, что два часа обсуждалось, вот это вот важно. Потому что смотрите, давайте как в любом детективе. Ведь мы смотрим в детективе, кому это выгодно, преступление или что-то еще. Что было выгодно Путину? Путину нужно было одно единственное. Снятие санкций. Потому что престиж ему уже не нужен. У него сейчас только что прошел чемпионат, на котором выступали звезды, на которой приехали президенты. Он обнимался с Макроном, с другими президентами. Но ему не хватало в копилке только Трампа. Большое дело. В принципе, фотографиями его пожатия с Трампом русский народ уже был доволен несколько месяцев. Ему нужны были снятия санкций, потому что санкции мешают экономике. Они мешают ему содержать страну в нормальном состоянии, давать пенсии людям, давать обеспечение социальным сферам и так далее. Сегодня санкции замедляют производство нефти. Сегодня замедляется бурение. Бурение скважин в Черном море остановлено. Бурение навсегда остановлено, потому что все бровое оборудование идет сегодня из Запада и в основном из Америки. Все оборудование идет из Штатов. То есть сегодня санкции являются сумасшедшим тормозом для развития современной России. Игорь, так говорите ли вы, имеете ли вы в виду, что Дональд Трамп... Дональд Трамп показал, что Россия возвращается в XIX век. Я с ужасом смотрю на этих людей тысячи, десятки тысяч людей, которые идут в ошметках, похожие на XIX век. Это же ужас какой-то. Во что превращается страна? Игорь, давайте по факту мы поговорим о... Это брендовая одежда, на самом деле. Не об одежде, а о встрече России и Пути... Господи, Путина и Трампа. Так вот, считаете ли вы, что Дональд Трамп какие-то гарантии предоставил в снятии санкций Владимиру Путину, с учетом того, что у него нет таких полномочий? Абсолютно. Я как раз сказал, что он не дал гарантий на снятии санкций. Могла быть договоренность только о каких-то личных преференциях для Путина или его друзей. О тех списках, которые сегодня фигурируют в Министерстве финансов в США. Что, может быть, какие-то люди получат какие-то возможности и льготы. Может быть. Я только могу предсказывать. Я не служу, как говорится, в администрации Трампа. Но я вот смотрю на это дело именно с такой точки зрения. И поэтому, мне кажется, что за эти два часа они эти вопросы оговорились. Снятия санкций не будет. Хорошо, объясните, пожалуйста, как... Северный Путин сказал, что будет с ним воевать. Как сторонник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, мне хочется понять, а как вы оцениваете заявления очень уважаемых, очень уважаемых, просто суперавторитетных представителей Республиканской партии, которые откровенно осудили президента Трампа за слабость, за фиаско в Хельсинке. Как вы относитесь к такой позиции? Ну, в Республиканской партии более 200 конгрессменов. Я сейчас говорю об элите Республиканской партии. И еще 50 сенаторов. Так что мы говорим про 250 человек. Если из этих 250-260 человек 5-10 выступили против, это еще не значит, что вся партия выступила против. Разногласия в партии, я понимаю, они всегда бывают. И, как вы помните, Республиканская партия была нацелена не на выборы Трампа, не на его избрание президентом. В Республиканской партии были свои, говорится, фавориты. И поэтому то, что Трамп победил, может быть, дает им повод лишний раз его ущипнуть, когда на это есть время. Ведь вы знаете, как стоит в толпе бросить один помидор, сразу летят 10. Нормальные люди отойдут в сторону. А есть люди, которые будут продолжать кидать помидоры. Но вот мы их сегодня и наблюдаем. Понятно. Большое спасибо, Игорь Бабушкин, общественный активист, сторонник Республиканской партии. В первую очередь, сторонник президента Трампа. Спасибо вам за этот комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok